В Твере в связи с активным танием снега повысился уровень воды в реках. Если еще около недели назад можно было спокойно прогуливаться по берегу Волги под опорами нового моста, то в эти выходные ситуация кардинально изменилась. Вода начала выходить из берегов и временно захватывать новые территории. Под властью стихии оказалась набережная у городского сада, парк на берегах Тьмаки и другие любимые места отдыха жителей Верхней Волжи. Однако ситуация остается на контроле у городских служб и спасателей. Об обстановке в городе с половодим расскажет наш корреспондент. Жители Твери еще неделю назад спокойно гуляли по дну временно обмелевшей Волги. А в эти выходные после ледохода ленты соцсетей запестрели снимками, разлившиеся по каменным берегам реки. Традиционно во власти стихии оказался причал у городского сада. Уровень воды поднялся выше колена скульптуры рыбака. Однако жители Твери отмечают, что это привычная для города картина. Более того, бывали годы, когда воды было в разы больше. В 1947 год я помню. Речной вокзал все время затоплил в то время. А у заставы тоже на Ленинградское шоссе вышла вода. Не помню, в каком году, но весь речной затоплял. Помню прекрасно. Были высокие воды. Прямо вот чуть ли не до этого барьера. Ну, лет 10 назад. Я вам больше того скажу. У нас в старом доме, где я жил, был сосед. Лед ходил сюда на набережную в 50-е годы. Лед тогда взорвали. И он пострадал. Так или иначе, перзуречного вокзала у стихии в этом году покорить не получилось. Вода подошла только впритык. Уровень Волги поднялся примерно на 4 метра. Хотя были годы, когда под воду уходила и пешеходная дорожка на набережной. Разгулялась в этом году не только Волга. Менять беговые кроссовки или палки для скандинавской ходьбы на лодке. Не впору любителям прогулок в парке на берегу Тьмаки. Зону отдыха теперь напоминает больше озера или пруд. Однако вода так и не стала преградой на народной тропе на пути к любимому месту отдыха. Парк на берегу реки Тьмаки в Твери также оказался во власти воды. Так что любителям пеших прогулок придется немного подождать. Однако смущает вода не всех. Горожане по-прежнему приходят посидеть на лавочках. Сегодня также отмечается подтопление многоквартирных и частных домов в Твери. В том числе пострадали дачники и владельцы приусадебных хозяйств в районе СНТ. Вместе с тем в последние дни уровень воды начал снижаться. На борьбу с разгулом стихии брошены технические силы МУПЖЕК и МЧС. Специалисты мониторят обстановку и при необходимости готовы оказать помощь. Также заключены контракты на прочистку сети ливневой канализации, дренажных канав и проверки запорной арматуры на системах водоотведения. Работы ведутся во всех районах города. Телефон диспетчерской службы, куда можно сообщить о подтоплении МУПЖЕК 440242. Либо 39 99 99. Это телефон МЧС.